Навести полный порядок в город. Хорошо. Это письмо, мы ухаживаем. Понятно, ваши замечания мы учтем. Представители этого киоска на улице Ленина призывают навести порядок на прилегающей территории сотрудники Хабаровской администрации. Необходимо сделать небольшой ремонт на остановке. Она находится в непосредственной близости от ларька. Предпринимателям рекомендуют покрасить столбы и заменить лавочки. Вопрос решают быстро и полюбовно. Конечно, согласны. Но, во-первых, мы стоим на красной линии в центре города. Почему мы должны стоять в неприглядном виде? Так, изо дня в день чиновники центрального района Хабаровска обходят фирмы, чтобы заключить с ними договор по содержанию прилежащей территории. Документ обязывает предпринимателей убирать снег и мусор вблизи их места работы. В принципе, у нас существуют правила благоустройства городского города Хабаровска. И в соответствии с этими правилами за предприятием необходимо закрепить территорию. Вот мы проводим эти рядовые мероприятия. Они могут отказаться? В принципе, да. Но если они откажутся, это что? У них будут грязные остановки или как? Ну, во-первых, это имидж их предприятия, да. Если это будет чисто, то есть больше людей пойдут к ним. И поэтому предприятия идут и заключают договор. Какую часть местности убирать тем или иным предпринимателям, чиновники отмеряют с помощью рулетки. На сегодняшний день осмотрено 30 объектов. С 10 бизнесменами заключен договор по содержанию территории. Остальные отказались или как? Нет, просто мы по тем, которым мы провели, мы подготовили пакет документов, дали им руководителю на рассмотрение. Просто еще ответов. Время не подошло, ответов не получили от предприятий. За день чиновникам центрального района приходится осматривать около шести торговых точек. Они намерены к следующему дню города заключить как можно больше договоров с предпринимателями. За порядок на улице и разумные предложения сотрудничества. Павел Игошин и Василий Ермаков. Программа «Настоящее время».